Итак, если случится, что по какой-либо нужде или состоянию телесному, например, по болезни или по другой подобной причине, мы не сможем исполнить выше показанных телесных добродетелей, то имеем снисходительное прощение от Господа, ведущего и причины тому. Не исполняя же добродетелей душевных, никакого не будем иметь извинения, ибо они не подлежат таковым препятствиям. Любовь к Богу располагает причастника своего, презирать всякую приходящую сласть, всякое телесное страдание и печаль, да удостоверяют тебя в этом все святые, столь много пострадавшие за Христа. Берегись матери зол самолюбия, которая есть неразумная любовь к телу, ибо от него, скажущейся благословностью, рождаются три первые родовые страстные неистовые помыслы, а именно чревоугодие, сребролюбие и тщеславие, заимствуя поводы от необходимой потребности телесные. А от этих рождается все племя страстей. Вот почему и надлежит, как сказано, весьма остерегаться самолюбия и противоборствовать ему с великою бдительностью, ибо с истреблением его истребляется и все его порождения. Шестьдесят Страсть самолюбия внушает монаху щадить тело и снисходить ему в пище под видом сохранения здоровья и разумного управления телом, чтобы мало-помало уклоняясь на его сторону, впал он в бездну сластолюбия. Мирянина же тем самым, что он, мирянин, подущает по печенье о плоти творить в похоти. Высочайшее состояние молитвы есть, говорят, то, когда ум во время молитвы бывает вне плоти и мира совершенно безвещественен и безвиден. Кто сохраняет такое состояние ненарушимым, тот воистину непрестанно молится. Как тело, умирая, совершенно отделяется от всех житейских вещей, так и ум, умирая, в действии совершеннейшей молитвы, отторгается от всех мирских помышлений. И если не умирает он таковой смертью, то с Богом быть и жить с ним не может. Никто да не обольстит тебя, смиренный монах, таковой мыслью, будто тебе можно спастись, работая с ластолюбией и тщеславией. Как тело грешит делами и для песнанства своего имеет добродетели телесные, да целомудрствует. Так ум грешит страстными помыслами и для песнанства своего имеет добродетели душевные, да чисто и беспристрастно взирая на вещи целомудрствует. Как дни приемлются ночами и лета зимами, так тщеславие и сластолюбие печалями и болезненными страданиями, или в настоящем веке, или в будущем. 66. Согрешившему невозможно избежать грядущего суда без добровольных всей жизни болезненных трудов, или без страданий от невольных бед. 67. Пяти ради причин, говорят, от Бога попускается нам быть боримыми от демонов. 68. Первая причина – это та, чтобы мы, будучи боримы и противоборствуя, дошли до умения различать добродетель от греха. 69. Вторая – та, чтобы мы борьбой и трудом, снискав добродетель, имели ее твердую и неизменную. 69. Третья – чтобы, преуспевая в добродетели, мы невысоко о себе мудрствовали, но научились смиренно мудрию. 70. Четвертая – чтобы, испытав делом, сколь зол грех, совершенно возненавидели его ненавистью. 71. Наконец, пятая и важнейшая – та, чтобы, сделавшись бесстрастными, не забывали мы своей немощи и силы по малкшам нам. 71. Как ум алчущего мечтает о хлебе, о жаждущего о воде, так ум чревоугодника о разнообразных яствах, 72. Любострастного о женских лицах, тщеславного о почетах людских, сребролюбивого о прибытках, злопамятного омщения оскорбившему, 73. Завистливого об ухудшении того, кому завидует, тоже бывает и в прочих страстях. 73. Ибо страстями осаждаемый ум приемлет страстные помышления и во время бодрствования тела и во сне. 74. Когда похоть возрастает, тогда ум мечтает во сне о вещах, доставляющих усложжение. 75. А когда раздражение, тогда видит он вещи, страх наводящие. 76. Усиливает страсти нечистые духи, приемляв содействие себе наше нерадение и подстрекая их. 76. А умоляют святые ангелы, побуждая нас к деланию добродетелей. 77. Частое возбуждение вожделевательной силы души влагает в душу непреодолимую привычку к делам сластолюбным. 78. А частое возмущение раздражительности делает ум робким и лишает мужества. 79. Первое исцеляет продолжительный подвиг поста, обдения и молитвы. 80. Второе благостынет человеколюбие, любовь и милосердие. 81. Злые духи воюют против нас или вещами, или страстными о вещах помыслами. 81. Вещами против тех, которые среди их вращаются, а помыслами против тех, которые удалились от вещей. 82. Сколь удобнее грешить мыслью, нежели делом. 83. Столько же брань через помыслы тяжелее брани через вещи. 84. Вещи вне ума, а помышления о них внутрь его. 84. Почему в его власти пользоваться ими хорошо или худо? 85. Ибо за погрешительным употреблением мыслей следует злоупотребление вещей. 85. Ум получает страстные помыслы следующими тремя путями. 86. Через чувства, через состояние тела, через воспоминания. 86. Через чувства, когда производящие на них впечатления вещи, как такие, которым мы имеем страсть, возбуждают в уме страстные помыслы. 86. Через состояние тела, когда несоблюдение воздержания в питании или действием демонов, или какой-нибудь болезнью, изменившееся состояние тела, побуждает его к страстным помыслам. 87. Или к восстании на промысл через воспоминания, когда память возобновляет помышления о вещах, которым мы пристрастны. 87. И возбуждает в уме это им образом страстные помыслы. 88. Из данных нам от Бога в употреблении вещей, одни находятся в душе, другие в теле, а иные окрест тела. 88. В душе силы ее, в теле чувства и прочие члены, окрест тела, пища, имение, деньги и прочее. 89. Доброе или худое пользование этими вещами и бывающими из-за них случайностями, являет нас или добродетельными, или порочными. 89. Из сказанных случайностей иные бывают в том, что в душе, иные в том, что в теле, а иные в том, что окрест тела. 89. В душе ведение и неведение, памятование и изобвение, любовь и ненависть, страх и дерзновение, радость и печаль и прочее. 90. В теле наслаждение и утомление, чувствительность и притупление чувства, здравие и болезнь, жизнь и смерть и тому подобное. 91. В том, что окрест тела, многочадие и бесчадие, богатство и бедность, слава и бесчестье и прочее. 92. Из этих иное у людей почитается добром, иное злом. 93. Тогда как в собственном смысле ничто из этого не зло, а бывает злом или добром по употреблению. 94. Знание по естеству есть добро, подобно тому и здравие. 95. Но многим более пользы принесло противное, ибо для злых знание бывает не на добро, хотя оно по естеству, как сказано, и добро. 95. Подобно не на добро бывает для них и здравие, и богатство, и радость, ибо не на полезное себе они употребляют их. 95. Для таковых полезнее противное сему. 96. А следовательно и это, то есть противное, не зло в собственном смысле, хотя и кажется злом. 96. Не злоупотребляй мыслями, чтобы по необходимости не злоупотребить и вещами, ибо если прежде не согрешишь мысленно, то никогда не согрешишь делом. 96. Образ перстного Адама – суть главной пороки, как то неразумие, малодушие, невоздержание, неправда. 97. Образ небесного – суть главной добродетели, как то благоразумие, мужество, целомудрие, справедливость. 97. Но как мы носили образ перстного, так обличемся и в образ небесного. 80. Если хочешь найти путь, вводящий в жизнь, то ищи его в том пути, который сказал «Я есть им путь, и дверь, и истина, и жизнь». 81. И там найдешь его. 81. Но ищи прилежно, потому что мало тех, которые находят его, чтобы иначе оставлен, будучи этими немногими, не оказался ты в числе многих. 81. Душа отстает от грехов по следующим пяти побуждениям. 82. Или страха ради человеческого, или страха суда, или для будущего вздовоздаяния, или полюбив к Богу, или, наконец, ради угрызений совести. 82. Некоторые говорят, что не было бы зла на тварях, если бы не было посторонней некой силы, увлекающей нас к тому. 83. Но силы это не иное, что есть, как наше нерадение и естественной деятельности ума. 84. Нерадение, а естественной деятельности ума. 85. Почему те, которые радеют о нем, всегда делают добро, а зла никогда? 85. Итак, если и ты этого же хочешь, то отгони нерадение. 86. И с тем вместе отгонишь и зло, которое есть погрешительное употребление мыслей, сопровождаемое злоупотреблением. 87. По естеству разумной в нас части следует, покоряясь Божественному Слову, начальствовать над неразумной в нас частью. 87. Да будет соблюдаем во всем этот порядок, и ни зла не будет в тварях, ни того, чтобы влекло к нему не окажется. 88. Один из помыслов одни просты, а другие сложны. 88. Просто бесстрастные, а сложно страстные, как и страсти и помышления сложенные. 89. При всем том можно видеть, что многие из простых идут вслед за сложными, когда начинают подвигаться к тому, чтобы согрешить мыслью. 89. Возьмем в пример золото. Пришел кому-нибудь на память страстный помысл о золоте, и он устремился мысленно украсть его. 90. И вот он в уме уже совершил грех. 91. За воспоминанием о золоте последовало воспоминание о кошельке, сундуке, кладовой и прочее. 91. Здесь воспоминание о золоте было сложное, ибо соединено было со страстью. 92. А о кошельке, сундуке и прочем простое, ибо ум не имел к ним страсти. 93. То же бывает и со всяким другим помыслом, с помыслом тщеславным, с помыслом о жене и о прочем. 94. Ибо не все помыслы, последующие за помыслом страстным, бывают так же страстны, как показано в примере. 95. Из этого можем познавать, какие помышления страстны и какие нет. 95. Некоторые говорят, что демоны, касаясь во время сна с равных членов нашего тела, возбуждает страсть блуда. 95. Затем возбужденная страсть памяти приводит на ум образ женщины. 96. Другие же думают, что сами демоны представляются уму в образе жен. 97. Потом, касаясь с равных членов тела, возбуждает похотение жен. 97. И бывают мечтания в этом роде. 97. Иные еще думают, что страсть, преобладающая в приближающемся демоне, возбуждает таковую же и в человеке. 97. И таким образом душа воспламеняется к помыслам и привносит образы посредством памяти. 97. Так о других страстных мечтаниях. 98. Одни говорят, что в них бывает дело так, а другие, что этак. 98. Впрочем, ни одним из вышесказанных способов демоны не сильны возбудить какую-либо страсть. 99. Ни во время бодрствования тела, ни во время сна, если в душе присущи любовь и воздержание. 99. Иные заповеди закона должно соблюдать и телесно, и духовно, а иные только духовно. 99. Например, не прелюбодействуй, не убей, не укради, и подобное этим надо соблюдать и телесно, и духовно. 99. И духовно трояким образом. 99. Напротив того, обрезывать, сохранить субботу, заколать и агнца, есть опресники с горькими травами и подобное только духовно. 99. Три главнейших нравственных состояния бывают у монахов. 99. Первое, когда кто ни в чем не грешит делом. 99. Второе, когда кто не дает замедлять в душе страстным помыслом. 99. Третье, когда кто бесстрастно зирает в мыслях на образы жен и обидящих. 99. Нелюбостижателен тот, кто отрекся от всякой собственности, и на земле совсем не имеет ничего, кроме тела. 99. Да и к нему, отторгнув всякое расположение, Богу и благочестивым людям верил все о себе попечении. 99. Из приобретающих имение, некоторые приобретают то бесстрастно, почему и лишаясь его не скорбят, как разграбление имений своих некогда с радостью принимавшие. 99. Другие же стяжевают его страстно. 99. Почему, когда предлежит им лишиться стяжаний, печалится, как и упоминаемый в Евангелии богач, отошел скорбя. 99. Если же в самом деле лишаться, то скорбят смертельно. 99. Таким образом, лишение имения обличает расположение бесстрастного и бесстрастного стяжателя. 90. На высоких молитвенников нападают демоны вера. 90. На подвижающихся в деятельной жизни, склоняя их грешить делом. 91. Всяким способом со всеми борются окаянные, чтобы отдалить людей от Бога. 91. Божиим промыслом упражняемое в благочестии в этой жизни, испытуется следующими тремя искушениями. 92. Или подаянием приятного, как-то здоровья, красоты, многочадия, богатства, славы и тому подобного. 93. Или насланием скорбного какого-либо лишения детей, как-то имения, славы. 94. Или тем, что телу причиняет страдания, как-то болезнями, мучениями и прочее. 95. К первым говорит Господь, кто не отречется всего своего имения, не может быть моим учеником. 95. Ко вторым же и третьим, терпением вашим спасайте души ваши. 96. Говорят, что состояние тела изменяют и через то подают уму страстное или бесстрастное помыслы. 96. Следующие четыре причины. 96. Ангелы, демоны, воздух, пища. 96. Ангелы, говорят, изменяют словом. 97. Демоны – прикосновением, воздух – переменами своими, пища – качеством яств и пяти, их излишеством и скудостью. 97. Кроме всего сказанного, изменения производимы бывают еще памятью, слухом и зрением, когда душа наперед постраждет под действием печальных или радостных обстоятельств. 98. Пострадав от них, душа производит перемену в телесном состоянии, а измененное состояние тела, по-преждиреченному, подает уму и соответственные помыслы. 99. Смерть, собственно, есть отдаление от Бога. 99. Жало же смерти грех, который Адам, прияв в себя, стал в одно время изнанным и от древа жизни, и от рая, и от Бога. 99. Зачем необходимо следовала и телесная смерть? 99. Жизнь же, собственно, есть тот, кто сказал «я есть им жизнь». 99. Сей бы в смерти снова возвел в жизнь мертвенного. 99. Когда что пишется, пишется или для себя на память, или для пользы других, или для того и другого, или ко вреду некоторых, или на показ, или по нужде. 99. Место злачное, есть деятельное добродетель. 99. Вода же покойная, есть ведение сотворенного. 99. Сень смертная, есть человеческая жизнь. 99. И тот, кто с Богом, и с кем Бог, может смело сказать «если пойду и посреди тени смертной, не убоюсь зла, потому что ты со мною». 99. Чистый ум право смотрит на вещи, а образованное упражнением слово «виденное» полагает как бы перед очами других. 99. А открытый слух приемлет то, но лишенный стих трех порицает сказавшего. 99. Тот с Богом, кто знает Святую Троицу, ее творение и промышление, и кто страстоприемную часть души содержит бесстрастную. 99. Жезл означает, говорят, суд Божий, а палец жезл – промысл. 99. Кто приял познание об этом, тот может говорить «жезл твой и посох твой, они успокаивают меня». 100. Когда ум обнаживается, то есть «вызл»? 100. Когда умолчится от страстей, просветится созерцанием сущего, тогда может он и в Боге быть и молиться, как должно. 100. О любви святого Максима Исповедника, третья сотница. 100. Разумное употребление помышлений и вещей доставляет целомудрие, любовь и ведение. 100. А неразумное – невоздержание, ненависть и неведение. 100. Уготовал предо мной трапезу и прочее. 100. Трапеза здесь означает «деятельную и добродетель», ибо она Иисус Христом уготована против устужающих нам. 100. Елей, умощающий ум, означает созерцание тварей. 100. Чаша Божия – познание Бога. 100. Милостиво есть Его Слово и Бог, ибо Он во человечением Своим. 101. Женет во след нас вся дни, доколе не постигнет всех спасаемых, как Павла. 101. Дом означает царствие, в которое вселятся все святые. 101. Долгота же дней – жизнь вечную. 102. Грехи случаются с нами от неправого употребления душевных сил, то есть силы вожделевательной, раздражительной и мыслительной. 102. Неправое употребление силы мыслящей – невежество и безрассудность. 103. Силы раздражительной и вожделевательной – ненависть и невоздержность. 103. Доброе же употребление их есть – ведение, благоразумие, любовь и целомудрие. 104. А когда так, то ничто из созданного и получившего бытие от Бога – не зло. 104. Не пища – зло, но чревоугодие, не деторождение, а блуд, не деньги на сребролюбие, не слава от тщеславия. 105. А когда так, то в сущем нет ничего злого, кроме злоупотребления, которое случается от нерадения ума, а возделания естества душевных сил и их добром направлении. 105. О любви. 106. Зло в демонах – вот что есть, говорит блаженный Дионисий. Раздражительность безрассудная, вожделевательность безумная, фантазия промечивая. 117. Но безрассудность, безумие и опрометчивость в разумных существах – суть лишения рассудка, ума и осмотрительности. 118. Лишение же бывает после имения или обладания чем. 129. Следственно, было время, когда был в них и рассудок, и ум, и благоговейная осмотрительность. 119. А если так, то и демоны не по естеству злы, но от злоупотребления сил естественных сделались они злыми. 129. Иные страсти порождают невоздержание и ненависть, а иные – и невоздержание и ненависть. 129. Многоедения и сластоедения бывают причиной нецеломудрия, сребролюбия и тщеславия, ненависти к ближнему. 111. Мать их самолюбия есть причина обоих. 121. Самолюбие есть страстное и безрассудное любление тела, противоположное ему любовью воздержание. 121. Очевидно, что имеющий самолюбие имеет все страсти. 131. Никто же, говорит апостол, ненавидит свою плоть. 141. Однако, тем не менее, умершляет ее и порабощает, не давая ей ничего, кроме пищи и одеяния. 151. Их одних, только потому, что они необходимы для жизни. 151. Так бесстрастно любят ее, и, как служительницу божественного, питают и греют, единственно тем, что восполняет ее оскудение. 162. Кого, кто любит тому всячески угождать, старается. 173. И так, кто любит Бога, тот, конечно, и угодно ему творить старается. 184. А кто любит плоть, тот творит ее удавляющее. 185. Богу угодны любовь, целомудрие, созерцание и молитва. 195. А плоти угодны чревоугодие, невоздержность и все их возвращающее. 196. Поэтому-то сущие по плоти Богу угодить не могут, а те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 207. Когда ум к Богу клонится, тогда тело рабом и ничего более не дает ему, кроме необходимого для жизни. 218. А когда клонится к плоти, то порабощается ее страстям, и по печенью о ней всегда творит в похоти. 218. Римлянам 13.14. 229. Если хочешь избавиться от помыслов, увращу и страсти. 229. И тогда удобно изгонишь их из ума. 229. Именно в отношении к блудной страсти постись, совершай бдение, трудись и уединяйся. 229. Относительно гнева и печали, ни во что вменяй славу и бесславе и прочие вещи земные, относительно злопамятства, молись за оскорбившего и избавишься. 229. Не примиряй себя к слабейшим из людей, а лучше расширяй себя в меру заповеди о любви. 239. Примиряясь к людям, впадешь в пропасть высокомерия, а расширяя себя в меру любви, достигнешь высоты смиренно мудрее. 159. Если точно ты хранишь заповедь о любви к ближнему, то из-за чего внедряешь в себя горечь досады на него? 169. Не явно ли, что ты предпочитаешь любви временной, и из-за него, заступаясь в войну, поднимаешь на брата? 161. Не столько по нужде золото стало столь желательно людям, сколько потому, что через него многие удовлетворяют сластолюбию. 171. Три причины любви к богатству – сластолюбие, тщеславие и неверие. 182. Сильнее же двух первых – неверие. 183. Сластолюбивый любит серебро, чтобы с помощью его наслаждаться, тщеславный, чтобы прославиться, а неверующий, чтобы скрыть и хранить его, боясь голода или старости, или болезни, или изгнания, и на него более надеясь, нежели на Бога, создателя и промыслителя всякой твари, даже до последних и малейших животных. 193. Четыре рода людей собирают богатство. 204. Три – вышеименованные, и четвертый – домовитый человек. 215. Очевидно, что один последний правильно собирает, дабы никогда не оскудевала рука его подавать каждому потребное. 206. Все страстные помыслы или возбуждают вожделевательную силу души, или возмущают раздражительную. 216. Или омрачают мыслительную, отчего случается, что ум слеп бывает для духовного созерцания и молитвенного восхождения. 227. Почему монах, особливо безмолвствующий, долженствует тщательно внимать помыслам и причины их познавать и отсекать? 238. Познавать же таким образом вожделевательную силу души возбуждает страстные воспоминания о женщинах, 248. А их причиной бывает невоздержность в пище и питье, и часто неразумное обращение с женщинами. 259. Отсекает же их голод, жажда, бдение и уединение. 269. Раздражительную силу возмущает страстные воспоминания о людях, нас огорчивших. 279. Причиной всего служат сластолюбие, тщеславие и любовещность, из-за коих огорчается страстный, или что их лишился, или что не получил. 289. Отсекает их ни во что изменение и уничижение сих вещей из любви к Богу. 291. Бог знает себя и знает создание Своей, и святые силы знают Бога, и знают создание Божие. 301. Но святые силы знают Бога и создание Его не так, как знает Себя и создание Своей Бог. 311. Бог знает Себя и из блаженного естества Своего, а создание Свои из Своей премудрости, в которой все сотворил. 311. Святые же силы знают Бога, сущего превыше всякого причастия, по причастию же Его ведения. 322. А творение Его через восприятие сущих в них умных созерцаний. 332. Твари суть вне ума, а созерцание их Он приемлет внутрь Себя. 343. Но не так это в Боге пресносущном, беспредельном и неописанном, даровавшем всему сущему от Него и бытие, и благо бытие, и пресно бытие. 354. Святого Бога, разумею Его благости и премудрости, причащается разумное и мысленное естество и самым бытием, и способностью к благобытию, и благодатью пресно бытия. 364. Этой благодатью познает оно Бога. 374. Создание же Его познает, как выше сказано, восприятием созерцаемой в тварях всеустроительной премудрости, которая тонко и слагается мысленно в уме. 385. Бог, приводя в бытие разумное и умное существо по высочайшей благости Своей, сообщил всем тварям четыре божественные свойства, их содержащие, охраняющие и спасающие. 395. Бытие, пресно бытие, благость и премудрость. Из них два первые даровал существу, а два последние нравственные способности – существу бытие и пресно бытие, а нравственные способности – благость и премудрость, дабы тварь соделывалась тем по причастию, что он сам есть по существу. 406. Поэтому и сказано, что человек сотворен по образу и по подобию Божию, сотворен по образу, как сущего, как пресносущего, хотя и не безначально, впрочем бесконечно, сотворен по подобию, как благи благого, как премудрый премудрого, тем бывая по благодати, чем Бог есть по естеству. 41. По образу Божию есть всякое существо разумное, по подобию же одни добрые и мудрые. 42. Все разумное и умное бытие разделено на двое, то есть на ангельское и человеческое естество. 43. И все естество ангельское разделено опять на два главные нравственные союзы и общество – на святое и проклятое, то есть на святые силы и нечестивых демонов. 44. И весь род человеческий разделяется только на два союза, то есть на благочестивых и нечестивых. 45. Бог, как самобытие, самоблагость, самопремудрость, или точнее сказать, как сущий превыше всего этого, совершенно ничего не имеет в себе противоположного. 46. Но твари, как все причастие только и благодати, имеющие бытие, все, разумное же и умное сверх того, и способность благости и премудрости, имеют противоположное, а именно бытие, небытие, способности к благости и премудрости, зло и неведение. 47. Приснобытие или небытие их состоит во власти сотворшего их, а причастие или непричастие благости его и премудрости состоит в воле разумных тварей. 48. Елены, полагая, что естество тварей от вечности было с Богом, и что они от него приняли только качества свои, говорят, что и их естеству нет ничего противоположного, а противоположность находится в одних их качествах. 49. Но мы утверждаем, что противоположного не имеет единое божеское естество, как вечное, беспредельное и дарующее вечность всем прочим естествам. 50. Естеству же тварей противоположно небытие и приснобытие, или небытие их состоит во власти собственно сущего. 51. Но как дары его не раскаяны и не приложны, то тварь, как есть всегда, так и будет, содержима будучи все держительной силой, хотя и имеет, как сказано, противоположное себе небытие. 53. Солнце 54. Солнце